Деревянная механическая шкатулка с секретом от Ugears. На ютубе уже много кто собирал подобные модели, но я еще ни разу не видела, чтобы их кто-то красил. Она, конечно, полностью деревянная, и в этом есть свой шарм, но у меня есть морилка, цвет которой я очень люблю. Суть в том, что все детали в этом конструкторе идеально подходят друг к другу, и эта модель собирается без клея. И чисто по логике, что-то лишнее на них могут помешать этой идеальности. Но морилка впитывается в дерево и не оставляет ничего сверху, и краска из баллончика тоже. Поэтому я решила рискнуть. Самое первое, что мне понравилось, коробка при доставке плотно облегает упаковку, и внутри нет никакого лишнего наполнителя. Это уже, наверное, проявление их фишки, что все детали идеально подходят друг к другу. И да, я выбрала себе шкатулку, но там есть много всего другого. Например, сейф, лошадь. Вот эта лошадь, она прям ходит потом. Паровоз и другие. В общем, заходите на их сайт, чтобы ознакомиться. Ссылка будет в описании. Плюс у меня для вас есть скидка 20% по коду Машириша. Вернемся к шкатулке. Набор состоит из вот таких вот деревянных пластин с элементами и инструкцией. Без инструкции тут не обойтись. В ней все подробно написано. О, смотрите, нам понадобятся свечки, чтобы шестеренки хорошо работали. Есть всякие предупреждения, и что еще удобно, там написано, где какая деталь находится. И инструкция же будет нам помогать ориентироваться в деталях, чтобы понимать, какую как раскрасить, если мы хотим сочетать разные цвета. Потому что на картинках мы будем видеть, что где будет располагаться. И вот они, наши деревяшечки. И они прямо пахнут деревом. Смотрите, вот с таким мы с вами уже встречались в травнике. Эти элементы точно будут сгибаться. Красить, как я вам уже сказала, я буду своей морилкой под цвет дуба. И эта моя кисточка, мне кажется, будет слишком большая, поэтому я возьму обычную. Все начинается с дна. Вынимаю его и крашу. Ну, его точно не страшно попробовать раскрасить. Правда, в этом случае обычной кисточки мне все-таки стало мало. Дальше достаю следующие детальки и постепенно собираю. Заранее скажу, что иногда мне лично не хватало сил пальцами вдавливать друг в друга детали, особенно гвоздики. Возможно, это как раз связано с тем, что от влаги дерево чуть расширялось, но в то же время и неокрашенные детали я иногда забивала молоточком, потому что там должно все хорошо и плотно сидеть. Но в то же время это добавляет атмосферу плотничества. Ты чувствуешь себя настоящим мастером, а не просто конструктор собираешь. Еще здесь есть вспомогательная деталь, с помощью которой можно извлекать мелкие элементы. А вот и первая шестеренка, но по инструкции можно понять, что ее не будет видно, поэтому красить ее не обязательно. Но точно нужно промазать воском. У меня как раз была такая вот икеевская свеча, и жаль, что она неправильно горит. У нее не тают края, а она просто начинает прогорать вниз. Зато мне сейчас будет удобно смазывать шестеренки. И вот пошло больше шестеренок. Пойду их красить из баллончика. Если вы вдруг забыли, что какого номера, просто приложите обратно к основе и посмотрите, откуда вы вынули эту деталь. Когда уже настал момент располагать шестеренки, я поняла, что лучше бы до этого раскрасить все внизу. Поэтому чуть-чуть разобрала, прокрасила и вновь вернулась на этап крепления механизма. Вот такая золотая краска ложится довольно прозрачным слоем, поэтому я решила взять и ее. Некоторые детали я красила пока не в основе, потому что так их удобнее держать. Потом они просто вынимаются и крепятся. Еще удобно то, что мелкие элементы находятся в самостоятельных таких формах, которые можно вынуть из этих здоровых пластин. Крепление вот этой детали довольно непростое. Надо попасть в кучу разных чопиков, но зато она связывает всю конструкцию и она будет надежной. И знаете, это конструктор для перфекциониста. Просто посмотрите, как идеально ровно все получается. Прям тютелька в тютельку. Пам! И все на своем месте. Еще одну деталь я решила раскрасить с помощью акварели. Если помните, я так уже тонировала дерево в полке звездочета. А вот акварель плюс золотая краска. Тоже получается интересный результат. Если деталь очень плотно сидит, с помощью ножа можно подрезать крепление и вынуть ее аккуратно, чтобы не сломать. Но если вы вдруг случайно сломали что-то, не переживайте, там есть запасные детали. Пожалуй, не буду больше томить вас процессом сборки, потому что если кто-то захочет собрать эту же модель, то будет уже не так интересно. У меня ушел не целый день, это было увлекательно. Но если вы будете собирать с друзьями или с семьей, то, конечно, это займет меньше времени. Плюс для вас это будет намного веселее, потому что, как мы с вами уже говорили, творчество очень объединяет. Давайте я лучше скорее покажу вам особенность этой шкатулки. Вот она собрана. И как ее открыть? Никак, если не знать секрета. Поворачиваем крышку и освобождается ключ. Думаете, можете применить его? Как бы не так. Прежде чем его доставать, его надо повернуть. И только потом шкатулка откроется. Я недолго думала, что в ней хранить. Во Франции в большинстве туристических мест продаются вот такие памятные монеты. И я собрала их целую коллекцию. Потому что их интересно разглядывать, и этот сувенир не занимает много места. Поэтому-то я и назвала ее шкатулкой гномов, потому что в ней золотые монеты, и она теперь словно из дуба, благодаря морилке. И ею же я, кстати, еще раз покрасила зеленую часть, а то она была очень яркой. А еще здесь есть тайное отделение, и в нем вообще алмазы. Только их из пакетика надо вынуть. Ну, а вообще-то кристаллы с Бэтс-3. Я еще приклеила к ней такие наклеечки для стульев. Она все-таки деревянная, а так она будет мягче стоять. Окрашенная она тоже имеет свой шарм, и, на мой взгляд, выглядит старинной. Она мне в таком виде напоминала еще то ли ту же шкатулку, то ли другой какой-то волшебный элемент из фильма. И я три дня не могла понять, что это. С чем? Что она мне напоминает? А потом до меня, наконец, дошло. Я свой ответ спрячу в описании. Вы в комментариях напишите, что она вам напоминает. И если ваш ответ совпал с моим, то дайте мне знать, что я не одна такая. Мама у меня вообще сказала, что это ей напоминает пиратов, потому что вот эти деревянные шестеренки похожи на механизмы в старинных деревянных кораблях, плюс золото, шкатулка, сокровища, все такое. Так что напишите в комментариях, какие ассоциации у вас вызывает эта шкатулка. В общем, завершая, хочу сказать, что это действительно очень крутая вещь, которую можно купить как для себя, так и в подарок. Впереди еще праздники, а такое вполне подойдет в подарок кому угодно, даже вашему начальнику, потому что вдруг он на работе суперзлой, серьезный дядька, а по выходным модели самолетиков собирает, кто знает. Эти модели популярны во многих странах. И я когда искала информацию о компании, о том, какие бывают модели, наткнулась на интервью с одним из основателей компании. Я вам оставлю ссылку в описании, можете посмотреть, довольно интересно. И, конечно же, я должна сказать, что все-таки будьте очень осторожны с покраской, потому что конструктор изначально этого не предусматривает. Но если вы тоже вдруг захотите, то будьте вдвойне внимательны. Всегда смотрите на два шага вперед в инструкцию, потому что вдруг это можно будет сделать потом. И если да, то лучше потом. Но если нет, то будьте очень внимательны с покраской, чтобы у вас ничего не вздулось, чтобы дерево там не разбухло. И это, кстати, добавляет больше элементов головоломки. А я такое люблю, поэтому мне это очень понравилось. Потому что нужно действительно смотреть на несколько шагов вперед. Стоит ли раскрашивать это сейчас или лучше потом? А в какой цвет? А какой стороной? А с какой стороны? Очень много вопросов появляется, когда ты работаешь. В общем, если вы тоже захотите раскрашивать, то осознавайте свои риски. И просто используйте меньше воды, чтобы деталь у вас не сдулась от влаги, если что, какая-то там. Напомню, что промокод на скидку 20% внизу в описании, точно так же, как и ссылка на магазин. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Я вас вот так вот люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok